И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик, посвященный очень интересному, замечательному корпусу. Как всегда, все уже давным-давно повыпускали видосы, потестили новый, замечательный, интереснейший, возможно, корпус. Хоппер, ну а я запаздываю, но в принципе, в общем и целом, сегодня у нас полноценный видеоролик, посвященный Хопперу с кризисом. Будем сегодня его тестить, будем рассматривать его в матчмейкинге. Я катал на нем на стримах, скатал еще так пару боев ради теста вне стримов. И сегодня покажу, расскажу все его плюсы, расскажу, где он может нагибать и вообще, стоит ли он своих денег. Потому что сейчас данный корпус можно получить только путем доната, либо же с ультраконтейнеров. В общем доступе, в гараже он не продается, поэтому такие моменты, я думаю, что очень многим игрокам будут интересны. Наверное, много пока что я балаболить не буду. Изначально давайте попробуем скатать пару каток, где мы выложимся на максимум. Сегодня это будет захват флага. По мне, это лучший режим для использования данного корпуса. Ну и, конечно же, главная фишка нашего теста, это, конечно же, новый корпус вместе с кризисом. Без кризиса данный замечательный корпус не будет столь эффективен, насколько он эффективен с дроном кризис. Потому что за счет скорости и за счет того, что корпус является летающим, у вас появляется довольно большое количество определенных привилегий, где вы за счет того, что у вас корпус летит, а не едет, ну либо плывет, как кому удобно, вы имеете дополнительные преимущества над любым противником. Ну и понятное дело, что если вы будете использовать данный замечательный корпус с обычным там дроном, каким-нибудь там защитником или тому подобным дроном, то вы не будете иметь столь большого количества преимуществ на данном замечательном, интереснейшем новом корпусе. Вы, конечно, можете это тестить, но это лишь мое такое объективное мнение, исходя из где-то порядка 10, может быть, чуть больше боев, которых я сыграл на данном корпусе. Как видите, я уже довольно быстро поставил один флажочек, сейчас можно подстраховать здесь быстро своего тиммейтика, которого, скорее всего, сейчас унесут, или же не унесут, но я его подстрахую, дабы мы 100% доставили данный замечательный флажочек. Ну и, конечно же, хотелось бы мне сказать то, что овердрайв данного корпуса тоже имеет смысл быть именно в режиме захвата плага, то есть его использовать довольно тяжело в других режимах, ну, за исключением, наверное, еще режима регби, но там тоже уже обстоят дела не так просто, как в захвате плага. Здесь его реализация максимально круто используется, и, ко всему прочему, вы можете спокойнейшим образом на данном замечательном корпусе при подборке вражеского флага уже сразу, сходу, если вас там атакует противник, прожимать овер, стопите все, кто по вам бьет, плюс сразу же через верх на нетрушечке быстренько уплываете от любого противника, и, соответственно, ни в чем себе не отказываетесь, спокойнейшим образом можете увести, ну, а в дальнейшем уже и поставить флажочек. Ведем 2.0, все очень хорошо складывается, скорость просто нереальнейшая безумная, я не как-то проявляю свои эмоции в связи с тем, что я уже как бы тестировал данный замечательный корпус, но могу вам сказать, что это бешеная тема, скорость нереально жесткая, да, есть определенные моменты, которыми можно контрить данный корпус, это играть именно близко с ним, постоянно ему мешать, но если же не обращать внимания на данный корпус, то поверьте мне, рано или поздно он будет у вас увозить флаги, ну, а, соответственно, в конечном итоге, и, конечно же, еще и выигрывать бои. Вот сейчас мы неплохо стопим, правда, я запрыгиваю на дом, на котором мне вообще, по сути, запрыгивать-то не надо было, теперь-то надо еще было как-то уехать, но немножко неграмотно, если честно, я реализовал овердрайв, да, там, дефера крайнего застопил, скушал за счет своего овердрайва, но, в общем и целом, в дальнейшем-то я флажочек-то не поставил, поэтому ничего такого сверхкрутого не получилось реализовать, сразу же сходу у нас крит ошибочка выпадает, пытаемся сразу же быстро обновляться, но здесь, конечно, тоже ничего удивительного нету, но все-таки у нас это уже не какая-то новость с критами, и, ко всему прочему, это трибьют, это трибьют, и здесь криты довольно часто встречаются, и, как бы, ну, ладно, окей, бывает, главное, конечно, сейчас вернуться быстро в катку, и тащить боечек на победку, потому что все-таки в игровых видосах мы при любом раскладе всегда играем на победу, 2-1 мы ведем, правда, противник там увозит флаг, так, а я за счет таблички замечательной мог сейчас получить еще и большое количество урона от противника, ну, и вот, ко всему прочему, счет уже стал 2-2, попробуем здесь по бортичку пролететь, ну, пролетает, конечно, попер идеально, идеально, просто идеально, единственное, на обратном пути я лучше поражу ДА, потому что иначе в какой-то момент я смогу не заплыть на этот подъем, и тогда будет просто гагашечка, надеюсь, что наш тиммейт сейчас вернет флажочек, по сути, даже на таких картах не особо приветствуется постоянная нитра, потому что скорость здесь, по сути, и негде особо использовать, лучше на хопере играть на более открытых картах, да, то есть, а, понял, я понял, отличный видос у нас сегодня, друзья, получается, лучше, конечно же, друзья, играть на более открытых картах, на таких, как Перекресток, Пустыня, даже тот же Серпухов, там у вас есть возможность и место, где вы можете разогнаться, и за счет этой скорости получить максимальный плюс, максимально большое количество очков, и максимальную выгоду, соответственно, легко, без особых проблем, заформить кристаллики за счет такого замечательного корпуса, ну а я, в свою очередь, похоже, нет, не просираю, пока что катку, пока что держусь, пока что держусь, не знаю, что здесь делают мои тиммейты, почему они стоят здесь на одном месте, а я попробую, знаете, что сделать, попробую супергениальную траекторию выбрать, не знаю, да, сцом мне, правда, это сделать или нет, нет, меня спалили, я понял, обман, двойной обман, и уходим обратно, уходим обратно, по вот этой траектории, ой-ой-ой-ой-ой, блин, что-то перегазовало, если честно, громады дешного я не ожидал получить, по своей шапке, ну ладно, мой тиммейт вроде как увозит, увозит, делает скидочку, хорошо, спасибо, спасибо тебе, друг, за скидку, я даю скорости, разгончику, и чуть-чуть дрифта с тормозочком, и спокойнейшим образом доставляем, 30 секунд до конца, есть отличная возможность выиграть данный бой, но я, конечно, не собираюсь здесь дефить, при том раскладе, что это матчмейтинг, пытаюсь дернуть еще один флажочек, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, почему у меня овердрайв как-то не так сработал, я должен был вообще по идее вылетать, наверное, через верх как-то, ладно, хорошо, реализуем скорость, полетели, полетели, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, блин, прямо на противника приехал, ну ладно, мои тиммейты есть, ну и времени там, по сути, тоже уже не осталось, кратко заканчивается победой, но по очкам, конечно, печаль беда, с двумя критами я не смог вытянуться на первое место, поэтому играем еще один боечек, такой заключительный, в котором я уже постараюсь максимально большое количество флагов и увести, поставить, выиграть бой, и занять первое место. Я вам скажу так, друзья Я на данный период времени считаю, что этот корпус не является имбовым В связи с тем, что его реализация максимально эффективная Возможно исключительно с дроном кризис Без него, без этой жесткой скорости А, я понял, у меня типа сегодня день трибют Без этой жесткой скорости Данный корпус не является столь максимально круто используемым в матчмейкинге Ну и соответственно супер эффективным Без скорости это обычный корпус, который там Ну что он может сделать, ну что он может сделать Ну летать конечно так не сможет Не сможет на такой скорости улетать, по стенкам каким-то прыгать Там еще что-то Это будет корпус, который будет легким Который может также увозить флажки Но не столь жестко, не столь эффективно И соответственно уже можно с тем же успехом использовать тот же самый ВАСПИК Ну за исключением того, где вы там можете например увести флаг Да, и у вас есть овердрайв, у вас есть вот этот вот прыжочек Прыжочек, вот эта вот лягушечка С которой вы можете тогда дернуть флаг, если у вас не получается его увести В связи с тем, что противник например жестко дефит Да, тогда с лягушкой вы можете спокойнейшим образом там влететь где-то И где-то дернуть флаг Да, вот так например, хоп там дали Хоп-хоп-хоп, по стеночке пролетели Хоп-хоп-хоп И кстати вот видите вот эту стенку, да По сути я на хоппере на нее могу залететь Да А противник-то любой другой только через подсадку сможет на нее залететь Сейчас-то в связи с тем, что вышел новый вот этот вот замечательный корпус Все стенки верхние На них киллзоны поубирали Если раньше там везде была киллзона Сейчас нигде киллзоны нету Ну и понятное дело за счет такой большой огроменной скорости Вы можете спокойно на больших картах разводить противник Но если бы я вообще с диашки не нажал, я бы улетел бы от этой едины Ну и вы видите, да, то есть я заезжаю в тыл Я вижу, что на меня уже кто-то реагирует Кто-то обращает внимание Я соответственно манцую в другую сторону И спокойнейшим образом за счет этой быстрой, жесткой скорости улетаю в другую зону Но сами понимаете, что такой скоростью моментами очень сложно управлять Где-то ты втыкаешься в какие-то стенки Где-то не успеваешь затормозить Какой-то дрифт, еще что-то Но в общем и целом ощущение очень интересное Необычное Такого у меня раньше вообще никогда не было Потому что, ну, это что-то новое, что-то безумное, да Но я к этому не отношусь с точки зрения того, что это та самая вещь, в которую стоит вкладывать, да То есть сейчас, если это за донат, то это того явно не стоит Ну, ко всему прочему, у меня там, например, кризиса нету, да Чтобы я мог бы там, например, вместе с этим замечательным Ой-ой-ой, мимо-то голда пролетел А мог-то бы лучше саджать красиво Как раз прыжочком Как учили Но, ладно Для полной красоты не получилось делать Все-таки я не голдолов Я все-таки человек, который пришел сюда за флагами Поэтому Мог, конечно, забрать по красоте, но не получилось Ну, и вот главное, чтобы, конечно, здесь противник не начинал дефить То есть, если противник начинает дефить, то это, конечно, GG Но Это не про эту катку Вы сами видите, что здесь происходит По одной практически той же траектории я увожу все флаги И за счет своего замечательного корпуса у меня получается вот такая вот эффективная реализация моего корпуса По сути, с ним можно очень круто, эффективно, классно играть в захвате флага Получать новые эмоции Получать новый опыт, которого у вас раньше 100% не было Но для этого вам надо иметь новый корпус Желательно фулкачен Иметь новый дрон кризис И уметь грамотно распоряжаться своими возможностями Которые можно реализовать на 100% в захвате флага На где-то 90% в регви Потому что там все-таки более ближняя игра И моментами, где противник играет близко У вас не получится так жестко реализовать свой корпус, свой дрон Хотя по сути в захвате флага, если противник будет более грамотный То он тоже сможет найти те самые ключики За счет которых можно будет вас контрить Где-то тормозить, стопить Но с овердрайвом корпуса Все равно с этим прыжком Рано или поздно вы все равно выдернете этот флажочек За счет своей безумной скорости на кризисе Вот такой вот видеоролик у нас у тебя, друзья, получился Если он вам понравился То я буду очень признателен вам Если вы его поддержите лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще тоже вдруг при друзья не подписаны Идем к десяточке Для меня это такая вот цель Которую я хочу достичь как можно раньше Поэтому если не подписаны Буду очень признателен, если вы подпишитесь на канал Также нажимайте на колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Дабы у вас появлялись оповещения о новых стримах И вы ничего не пропускали Были в курсе всех новых событий Также есть ссылочка в описании на дискорд канал Есть ссылочка на группу ВК Тоже можете зайти и почекать на все эти вещи Подписаться Ну а с вами был мистер Ванька Всем друзья, спасибо за просмотр Пишите в комментариях Хотели бы вы увидеть еще в новых видосах Хоппер Возможно с другими дронами Возможно с какими-то другими пушками И с другой реализацией И с другими форматами Если да, напишите Я почитаю Ну а у меня на этом сегодня все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok